С проектом из нашего окна мы приехали в сквер Одесский. В прошлом году он вошел в число лучших практик благоустройства не только в нашем городе, но и во всей стране. И должен был стать примером для подражания. Но вот местные жители утверждают, сквер до ума недоведен и в нем огромное количество недоделок. Вопросы возникают еще на входе. Вот этот пятачок раньше был обнесен забором. Сейчас в безопасности этого участка молодые мамы уже не уверены. Сам сквер огородили, но в нескольких местах забор обрывается. Для кого оставили проход к оживленной трассе – загадка. Само благоустройство функциональным тоже не назовешь. Здесь появились, к примеру, вот такие дорожки из камня. Задумка для прогулок вроде бы неплохая, но сейчас это похоже больше на полосу препятствий. Нужно либо пригнуться, либо вот так отодвинуть ветки, иначе просто не пройдешь. Жители ожидали увидеть в благоустроенном сквере и уличные тренажеры, и детские площадки для малышей и детей постарше. А в итоге получили только турники и одну детскую площадку на всех. Горку рабочие вкопали в песок так, что дети, скатываясь, с нее упираются ногами в землю. Карусель уже дважды ломалась. Качели и горки, которые здесь были раньше, куда-то пропали. За парк голосовали во время голосования, и там же высказывали свои пожелания. Соответственно, все это таким образом и ушло, вероятно, в администрацию, где посчитали нужным, что что-то нам не нужно в виде наших горок, качелях, пружинок, что нам достаточно будет всего лишь нашей единственной теперь уже вкопанной горке и вот таких вот качель. А проекта никто не знал. Неизвестно, с кем он был, в общем-то, согласован. В районной администрации утверждают, рабочие демонтировали аварийные качели и горки. И в остальном все работы проводили строго по утвержденному плану, который согласовали с жителями. Высказаться мог любой желающий. О том, что пройдет обсуждение, были оповещены советы многоквартирных домов и уличные комитеты. Они уже, в свою очередь, оповещали жителей, которые проживают рядом со сквером. На обсуждении присутствовало 68 человек, где проектировщики представили эскизы будущего сквера. Также собрали предложения, замечания от жителей, которые были проектировщиками зафиксированы для внесения изменений в проект. Для тех, кто не мог присутствовать на совещании, были созданы группы в социальных сетях. Когда сквер принимали, никаких вопросов, как говорят в администрации, также не поступало. Жители и сами признаются, в прошлом году решили никуда не обращаться. Надеялись, что работы продолжат этим летом. Но вот и поллета прошло, а ничего не меняется. Конечно, сквер полностью уже не переделаешь, но заявить о недочетах все же можно. Если у жителей есть претензии к качеству работ, заявить о недоделках можно несколькими способами. Обратившись в службу 205, районную администрацию или управление дорог, инфраструктуры и благоустройство. Сделать это можно любым удобным способом, например, через сайт или социальные сети. Главное – поторопиться. Гарантия на работы по федеральной программе благоустройства – три года. Но исправить за счет подрядчика смогут далеко не все. Так сломанные вандалами декоративные деревья ремонтировать будут уже за дополнительные деньги из бюджета. К сожалению, это часто у нас происходят и поломки. И вот, например, в этом сквере говорят, что деревья сакуры надломлены, сломаны. Это чистый воды вандализм. Соответственно, это не гарантийный случай. То есть за счет подрядной организации то, что сломали намеренно, специально или не специально. Качели у нас бывает ломают, урны, лавочки, зелень портят. Все это делается не за счет подрядчика, а за счет средств содержания уже сквера. То есть это дополнительные деньги из бюджета тратятся на то, чтобы привести все в нормальное, надлежащее состояние. Конечно, бороться с недоделками можно. Главное – не молчать о том, что вас не устраивает. Но требования должны быть своевременными и обоснованными. Если прямо сейчас рядом с вашим домом благоустраивают сквер или парк, и вы точно знаете, каким он должен быть, обратитесь в районную администрацию и выскажите свои предложения. Иначе все решат за вас, и потом высказывать пожелания будет уже поздно. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, Сергей Кашин. Новости ТВК. Новости ТВК.